Итак, 10 серия. Москва, Тюмень. Привал и ночевка в городе Пермь. Движение по ночной Перми будет без ускорения, с оригинальным аудиосопровождением. Ну, вот как-то так. Впереди, с правой стороны, Большая Сосновка. Большая Соснова. Движение по трассе 57К-0012. С левой стороны будет аэропорт местного значения. Ну, сельхозавиация, по всей вероятности. И частный спортивный аэродром. День приближается к вечеру. Немного будет движения в тёмное время. Ну, и небольшая экскурсия, как я уже говорил, по городу. Посмотрите на ночной город. Ну, а в следующей серии старт в светлое время. Продолжение следует... 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 Впереди правый поворот и выход на трассу М7. Впереди правый поворот и выход на трассу М7. Впереди правый поворот и выход на трассу М7. На полотна дороги хорошая и разметка. Впереди камера, ограничение 70. И сама дорога в хорошем состоянии. Ну вот выехали на трассу М7. Впереди пост ДПС, ограничение 50. С правой стороны будет населенный пункт Ярково. Одноименная река там же. С левой стороны русло реки Сосновка. Впереди камера, ограничение 50. С левой стороны русло. И вот на карте отмечено, что я не знаю, и я ее все это использую. двигаемся по трассе по федеральной трассе м7 ну вот по одной полосе в каждую сторону вызывает какие-то сомнения ну много должен сказать одноименных трасс что ли я имею ввиду в частности м7 некоторые идут параллельно некоторые уходят в сторону но все под маркировкой м7 далеко с левой стороны населенный пункт миновщики деревня наверное совсем маленькая а вот где ну чё ну чё ну чё ну чё наполняют сделят выращивают что ли или что да гармон гармон ну и куда потом на продажу или выпускают нет выпускают только дело в том что расправляются больше вылавливают не вылавливают а гробят взрывают а взрывают почему сетки ставят перекрытываются все за речкой или даже допустим она знает где-то в шее ну селябь такая чё до сих пор делать давно 50 грамм весит не а она же едки запуталась не ее там не едва не три ну что двадцатая тут рыбак проник забыл там все Я против седок вообще ел Я хочу,честно,поятно Я против седок вообще Ну так же интересно даже Да конечно Поднял и все Я увидел в черваторе Ну что,в кино показывали,да Видел это сериал Дельта Да Рейтинг про камеру Нет Волга в каске когда попадает Угу Вот там Дельта Вот так Волголос И по этим углам Десят Осетров Осетра И это Просто Просто Спаривают Читый клуб И выкидывают А Ну что фильм В зале Реально Правда Делал Завтра Что это документальный? А? Документальный фильм Или художественный? Терриал 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 А реалист Так Собедился Ох Улетел Вставать будете Вставать будете С левой стороны, по ходу, город Ачор. Небольшой город. А еще как-то, знаешь, чем я помню, когда ты даже сам в Волге играл до 40-го, видишь там, прям влезный район, это, конечно, по директорам не показывает, а вот где-то, наверное, и вот такая. Да, полоса. Прям по двери. В Каспии? Да, тянется. В Каспии. В Каспии. Вот это будет. Вот это втирает. В Каспии. Они чистят, да? Да. Или чистят, они исправляются? Продолжение следует... 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 Мы останавливаемся, он нас обгоняет, потом мы его обгоняем. Человек едет спокойно, уверенно, может быть медленно. Честное слово, я при этом, доволен получаться. Я еду, прошлое ГС, меня очень приятно. Впереди мобильный пост ТПС, ограничение 70. Как можно обгонять? Сплошная идет, нельзя же. Он придет и видит, что вверх, сверху идет машина. У меня такое ощущение, что мы сейчас в луку и пойдем. Я не люблю такой стиль вождения. Будь ты одет, да? Ради Бога, да, как хочешь ездить. Людей ведешь. Ради Бога, да, я не знаю. Ради Бога, да, не знаю. Ради Бога, да. Ради Бога, да. Стоит долгая, сплошная, да? Ещё это. Открой трубу мысли. Чё там там? Формочка. Ага, ни одной рукой входит. А это уже один. Взлет Я вообще как-то один раз ехал Ехали И спили С днем В гости Где-то посидимки Посидели Я с нее ехал Сидели А я сидел Я сидел И походе Я вижу, что В общем 80 км Топус гарит И Представляешь, что мудила Раз И вот так Впереди мобильный пост ТПС Ограничение 70 Где-то Где-то минуты две Мне показалось Меньше Меньше Такую скорость Раз Шнурки завязывал Шнурки завязывал Энергетик достал А Он же мог смотреть на дорогу Голову опустил Ну Ну Я 10 Потом Мне Зашло Полный автобус Представляешь Вот так Вот 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 А До встречи машины идут Впереди Впереди Мобильный пост ТПС Ограничение 70 Ну Так Впереди Мобильный пост ТПС Ограничение 70 Я понимаю Я понимаю Что Есть Реально Профессионалы Асы Чувствуют Дорогу Включение Ну Все прочее Но Когда ты везешь 50 человек Нет Профессионалы Асы Они должны быть Где-то На учебных площадках На специальных Треках Вот там они Да Асы Специалисты Профессионалы И так далее На Дорогах Общего Как Может Случайно Какой-нибудь Новичок С какой-нибудь Ситуацией Справится Так Может Асы С какой-нибудь Ситуацией Не справится Вот Профессионалы Вот Так Ну Это Послабее Да Чем Ну Чем Конечно Потому Что Реал Чем Поехали Ну Ну Это Рылет Рылет Они Рыот Рылет Ну Я Не ощущаю Ну Конечно Не Конечно Рылет Рылет Ну Оно Вопросы Я Вдавил Субтитры подогнал «Симон» 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 Впереди мобильный пост ТПС, ограничение 90 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 Да не знаю, мне в любом регионе нравится. Да? Мне в любом регионе нравится. Я вообще вчера по Казани гулял, и у меня мысль в голову закралась, что хотелось бы пожить в Казани, где, я не знаю, полгодик или может годик. Просто не совсем переезжать, а вот просто пожить там, изучить, посмотреть, узнать без сна. Да, это все, да, и есть чему господить. Но основательно, в моём, мне не понравилось. Может быть, у каждого своё. Ну и ночью очень красиво. Да, там нация на Крепле. Где прогонить, смогли посмотреть, где он вообще не будет. Там супер. Особенно Крепко встречается. Вот. Скоро это видно, а звуки не включают. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 70. Вот. Зачем? Там какая-то летняя штука. Ну да, там Креплитов. А, все. Вот, вот. Что, работа в слайде-то. Вот, что вы там? Зачем же я говорю, вот. Только тёплый. Да. Вот. Ну, на весе. Весе. Короче, проехали. А раньше я ещё помню, в этом, где-то, 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 где-то 12-13. У нас есть какой тракт. Девящий день. Да. Первый месяц. Последний выходной. Июня. Последний выходной. Июня. 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 И днём дорогой рядышком. Вот. И это, в Нермиях мы работали никогда. Собрали, тех, кто ходов 5-6. Мы ходили по дороге, пушкали на фонтан. Испекали на фонтан. Испекали на фонтан. Силы вообще. То есть, в принципе, в случае работа где-то нормально. Испекали на фонтан. Вот. Вот. И сейчас, вот, я работаю с одной, работаю в организации, просто субботной компанией. Я считаю, что, расстройство плачивает чуть 50. У нас в мире это должно соклачиваться 25 тысяч. Я, конечно, на Болгарей, в этом плане, очень логий. Потому что, продавили, и там с ним. В Болгарей. Наразил. Нет, в случае, туда работать. Нет. А все перевозки раньше наши. Вот. Они сейчас, вот, отмечают. Савикамск, Вей. Перевозки. Все, вот, без Волгарей. Все, все с Волгарей. Все, все с Волгарей. Все проходят без Волгарей. Наразил. А раньше было сегодня все. Казань, Чепоксалин, Ищут Новгород. Все вы сидите здесь. Понимаете? Сейчас вот. Гермский край большой, но что-то как-то это, не развивается что-ли. То, Екатеринбург там что-то дорогу построил. И все мимо пошло. В Волгарей. Екатеринбург это гермский край? Я знаю. Я говорю, ну, Екатеринбург там, ну, дорогу новую построил, и все в обход начал пускать. В Волгарей на реке от жопа. На всей реке. В воздухе никто не это не отжимал. И вот сейчас вот, хрен он знает. Только единственное, это осталось. Ракеты строить можно. Протон. Ракеты пока еще никто не отобрал. Заводки перевезли. Фотовельхийские заводы. Танковые заводы. Редные, конечно. Редные, конечно. Так, конечно, как. Вышли. Впереди плохая дорога. Ограничение 50. Редактор субтитров. Надежды. Корректор. Продолжение следует... Впереди плохая дорога. Ограничение 50. Продолжение следует... 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 подружки сюда а сами сказание да что-то закрытый вечер тепла да здесь здесь сейчас 6 показывает а чё там учитесь работаете мне вот тоже что понравилось я в казани на самом деле не первый раз казани не первый раз уже раз пять наверное мимо проезжал мне нравится казань и люди приветливые вот у нас вот на улице подойди к сотруднику полиции чем спросить из москвы подойди к нему что-нибудь спросить у сотрудника полиции там страшно к нему подойти здесь вчера в кремле подошел не подскажешься там как пройти да да здесь вот-вот проходи пожалуйста может здесь пройти показал подсказал куда чего ой куда это мотовилиха а вам оттали и лихинский район да реально полгорода я попозже поеду счастье не за горами пробки спадут есть вообще плотную подъезд а не знаете подсвечивается не подсвечивается я говорю я год-полтора не была я не знаю потому что на что там набережную конструировали обустроили а по погода как там теплее в казани да я там попал как-то осень была дождь шел и ветер был я так продрог ощущается вот по температур это было еще не зима там температура плюсовая была насчет продрог очень сильно положение определено так сейчас планирую поехать покататься немножко по перми по вечерней поснимать но перед этим хотелось бы посмотреть комментарий к первой серии москва-саранск и само видео что там было не так и что и что не понравилось так вот сергей из мурома пишет вы думаете что это красиво что творит ваш сын на 34 минуте или в москве так принято но я на самом деле не помню что там было на 34 минуте я сейчас перемотаю на 33 и посмотрю все от и до и параллельно буду комментировать вообще на самом деле я позиционирую себя как вежливый водитель аккуратный и по возможности стараюсь не нарушать правила стараюсь ну всякое бывает конечно все мы люди иногда бывает там и нервы сдают да когда там простоишь в пробке нереальное количество времени если видишь что ты ну можешь мелко нарушить так вот я так понимаю через прерывистую перестроился перестроился еще правее увидел что эта полоса заканчивается ну и чтобы не казаться на дороге ну каким-то дурачком решил доехать до конца и уже потом перестроиться в полосу вот перед автобусом перестраиваюсь вижу что эта полоса поворачивает направо и сейчас ну буду стараться вклиниться обратно это не было сделано целенаправленно так вот вижу перед собой даже сейчас на видео вижу а уже начинается сплошная и я на этой до сплошной возвращаюсь в эту полосу вот посмотрите я не поехал как дальше водителя джипы там киа еще кто-то проехали вон через сплошную я начал здесь перестраиваться потому что я стараюсь соблюдать правило да всякое бывает всякое бывает ну я не знаю может быть там может я устал в пробке стоять но немножко там нервы подсдали я не вижу ничего некрасивого в этом в этом поступке в этой в этом маневре я практически практически нигде не нарушил правила единственное ну когда я перестраивался с полосы которая поворачивала направо ну может быть на полметра сплошной я залез а так я сергей я не могу не могу воспринять вашу критику скажем так еще раз повторюсь подчеркну я стараюсь правило соблюдать всякое бывает мне интересно что вы скажете как вы прокомментируете тот момент это вот следующая данная поездка сейчас пока выкладывается москва саранск следом будет выкладываться поездка москва сургут но сейчас я уже выполняю москва тюмень и вот в поездке москва тюмень в первой серии на на выезде съезде с беседенского шоссе на мкат внешний вот у меня там произошла конфликтная ситуация вот там что я я тоже был не прав мне тоже я не знаю я еще раз в третий раз уже говорю подчеркиваю я стараюсь правило соблюдать не всегда получается да мелкие нарушения бывают да все мы люди иногда там и нервишки сдают но я стараюсь соблюдать ничего не увидел в этом да в москве так принято в москве многие так ездят но я стараюсь так не делать я не стараюсь я я я не стараюсь подражать нарушителям или вести себя как нарушитель ну в общем все с этим комментарием закончил там уже смотрю какая-то какая-то переписка пошла беседу уже провел в данный момент на трассе в движении будет возможность ответить аудио из салона автомобиля меня удивил акцент на или в москве так принято это что комплекс ой да в москве так принято многие в москве так ездят еще раз повторюсь но я стараюсь так не делать сейчас в москве все больше и больше на камер появляется которые настроены на пересечение сплошной линии то есть если человек пересекает сплошную линию в неположенном месте ему приходит штраф на 500 рублей ну с возможностью оплатить с 50 процентной скидкой в течение 20 дней я это прекрасно знаю уже до попадался это не какое-то злостное нарушение там да попадался всякое бывает ничего страшного так сергей из мурова нет просто часто вижу такое именно на видео снятое на улице в столице кстати и на ваших тоже и других крупных городов про мкат вообще отдельная песня ни одного раза хватило с тех пор вокруг москвы только по одной из а а что значит по 1 с тех пор вокруг москвы только по одной из а не понимаю не понял вот этого последнего предложения я остро реагирую когда идет конкретизация по городу проживания особенно когда начинают аргументировать я москвич а я коренной москвич а я москвич в таком-то поколении других заслуг нет нужно чем-то выделиться вот и трындят недавно по тв показали жену караченцева которая с опломбом заявила я коренная москвичка мне очень захотелось сказать и ты коренная базарная торговка Пленова переключил канал по городу уже давно на автомобиле не передвигаю используюсь общественным транспортом а вот с тех пор вокруг москвы только по одной из а но если вы на своем автомобиле по а катаетесь то это как бы нарушение если у вас нет лицензии если вы просто общественным транспортом ну ради бога так с другой стороны они тоже нужны так интересно как давно регистратор перевелся в режим парковки через 100 метров в режим парковки что я так тут кирпич куда ты меня привел в режим парковки не знаю теперь бы были слышны мои комментарии не были слышны но если что допишем так ну вон же был выезд что ты меня под кирпич повел здесь нет кирпича так вы так 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 я так поспрашивал пассажиров один раз хваливает пермский край я ничего против пермского края не имею по просто он расхваливал там можно то посмотреть можно все посмотреть другой пассажир сам сказал сам пермяк точнее сама термячка я я я не знаю чуть здесь смотрите не знаю что он расхваливал смотри здесь нечего через 200 алла даже сейчас секунду нет не сплю сейчас алла да 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 не не сплю я да какой сплю здесь время только и блин не знаю сколько около восьми ну да да два часа разница в москве сколько время сейчас понятно и чё как как у тебя там денек а а а вот и вроде там что-то 1600 говорил и пятьсот что ли что-то такое то сказать впереди лежачий полицейский ограничение 10 ты и драйвер там юзаешь что-ли кто на Bone девчонка я поставил в сторону дома за руку в сторону хорошего надо не я не понимаю с кем ты разговариваешь там со мной или с телефоном да 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 это ты знаешь могу сказать что вот это вот прям не совсем полная там еще можно плащами добавить которые ну-ка который ты видел но я я думаю что это сейчас не не это не первая необходимость а тогда это вот основное да можешь отправлять а какую цену но смысле он будет рассчитывать за 1000 а ему 10 сказали что ли слушай и сто процентов цены будут ниже чем в магазине вот это вот прям сто процентов процентов одни ниже процентов на 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 40 наверное ну-ка конечно конечно да 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 давай давай же я тоже это впереди камера контроль проезда на красный свет ограничение 60 впереди камера контроль проезда на красный свет ограничение 60 а и еще хотел сказать вот добавить свой комментарий сергею из мурома по поводу вождение понимаете я как бы ну не знаю всех всех дорог москвы да ну вот там московская область была это что я перестроился я просто увидел справа дополнительная полоса появляется решил в нее перестроиться тем более массово туда народ ринулся я подумал что просто но идет некое расширение и перестроился туда вот но когда увидел что 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 это не так попробовал просто исправить ситуацию она толкнула меня этого час вот на ту мысль что на эту мысль не натолкнула вспомнил то что сейчас тоже вот похожая ситуация была я вот повернул и не видел там налево поворачивает одна полоса или не я остался во второй полосе и но и повернул как бы нормально невозможно знать видеть это когда там советском союзе можно было когда там три знака и две машины едут тогда можно было что-то разглядеть час сложновато в этом потоке тем более в чужом в чужом незнакомом месте все закрывая тему это а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... ДПС контроль разметки. Ограничение 60. Самолет падал. И... Вроде как сказали, здесь есть некий местный Нострадамус, который предсказал три каких-то происшествия. Я не знаю, он предсказал до того, как они произошли, или уже после того, как они произошли. Он предсказал, что что-то... Будет гореть лошадь, по-моему, что-то такое. Упадет птица, и что-то рухнет какой-то дом, что ли. Вот типа два уже произошло, ждут третьего. Не знаю, насколько правда, неправда. Так, а давайте-ка мы сюда уйдем и через центр попробуем проехать. Продолжение следует... Ну вот, повернул на красный. Иначе бы я никогда тут не повернул. Стоял бы до полуночи. Продолжение следует... Кафе-сковородка длинная. Вот, может, сюда стоит потом зайти. Так, а вот здесь вот я уже, по-моему, когда-то был в предыдущую поездку. Где-то вот недалеко. Знакомо мне это... Знакомое место, кажется... Вот, пиццерия Пицца Мэн. Знакомо мне это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь установка запрещена... Где нам встать? Вон здесь парковка... Не знаю, платная или не платная... Слева... Вроде платная... Извините, а вы не подскажете, парковка платная? Нет, бесплатная... Бесплатная, спасибо... Она, по идее, платная до 7.30 Ага, спасибо... До 7.30 платная... Так... Сейчас, к сожалению, ничего не видно... Положение определено... Это, я так понимаю, здание речного порта... Ну вот, к сожалению, не успел я заснять эту надпись... Была она вот на этом месте... Если присмотреться... То... Можно разобрать... Вот я, например, вижу... Не... За... Ну, просто чисто интуитивно догадываюсь... ГО-РА-МИ... Ну, вот, первое слово вообще... Не разобрать... Была здесь... Теперь нету... То ли испортили ее... То ли на реконструкцию сняли... Короче, была и нету... Зря приехал сюда... Положение определено... Так, ну, в общем, все... Обломался я с этой надписью... Машрут построен... Через 100 метров... Съезд... Вновь не тянут... Так... Взделяем уже... А теперь... К� sha! Требе к ней готовись... Т返ся бы��? Так... А веят... Стар Съезд на ветер. Прямо по 1 км. Прямо по 1 км. Прямо по 2 км. Прямо по 2 км. Прямо по 2 км. слева у нас театр оперы и балета ой дам Девушки отдыхают. 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 Так, надо будет условия парковки почитать. Девушки отдыхают. Если здесь она вообще есть, а вот бызор, не знаю. Залезу, не залезу. Приехал. Здрасьте, а не подскажете, парковка платная? Сейчас нет. Уже нет, да? Да. Она до 7,30, да? До 7, да. Ага, спасибо. Так, наверное, у них везде по городу до 7,30. Ну ладно, нам же лучше. Продолжение следует. Положение определено. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 но здесь перми сейчас дождик идет здесь наверно сейчас повышенные коэффициенты ну да в перми да да ну не в горах а в перми надо короче я покатался немножко по городу еду в сторону стоянки отдыхать ну да ну надо отдохнуть уже что-то это под вымотался малек а откуда куда хоть впереди камера контроль проезда на красный свет ограничение 60 через всю москву да а этот in drive а но хоть без этого без комиссии на волоколамку замкат волоколамск а я понял ну там нет про и ленинградки да ну вроде неплохо но вот единственное что пробки сколько чё а да 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 у меня тоже такое регулярно было типа много раз открываешь с того приложения яндекс навигатор я короче как с этим боролся на своем телефоне я вижу куда надо на своем телефоне просто тупо открывал этот яндекс навигатор завела забивала адрес но 2 со сам диктовал и и ехал Ну понятно, что ты сейчас в сторону дома? Ну да. Ну да. Ну да. Впереди камера, контроль проезда на красный свет, ограничение 60. Там, кстати, этот 10700 перечислил. 10700. 100. 100. 100. Продолжение следует... Ну, может быть, знаешь, вот реально, когда будет там весь день фиолетовая Москва, может быть, вот-вот там и будет совсем по-другому. У меня он сегодня что-то в Яндексе прочитал, типа, в Москве побит очередной там температурный рекорд, что-то жара... Ну да, в октябре, когда такое было? В октябре в рубашке... Ну да, ну и хорошо, что, хотели ж такую погоду... Да ты знаешь, это что-то, блядь, там где-то стадо, там на берегах, потом когда-то, потом, глядь, едет отсюда, вот-вот, прям почему? Да нет, ты знаешь, я слышал, что вроде как обещают тёплую зиму... Да, тёплую зиму за последние, что-то там, 25 лет, что ли... Ну ладно, не будем... Вот, короче, отправил я Яндексе эту, короче, эту... Ага... Городи... Ага... Просто не слышите... Не слышите... Не слышите... Да... Да... Просто, просто обедаем... Зайти эту, брату... Пообщаемся... Ещё раз... Перейдите на просьбу... Вот... Вот... Я... Я начинал... Вам договорились... Потом, брату, походите... Потом, что это часов 11... Там, когда проехали, там приедут... И я куда-то... Да вот, не знаю... Всё будет зависеть от... Этого... От билета... Завтра планирую передаться... А там сразу на вокзал и смотреть билеты... В субботу я точно не появлюсь... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости... Ограничение 40... Ну, я думаю, да... Ещё раз прям сразу же второй раз попробуй... А, уже всё... Нет... Этот... Я говорю, в субботу я... Сто процентов не буду... Потому что завтра пятница... Завтра пятница... Пятница... Пятница вечер... Пятница вечер я только передаю этот... Блин... Проскочил чуть-чуть... Ну, да... Ну, да... Может быть... Может... Может даже Походят... В общем... Ну, и... Гибель... Вот... Их... Не голос... Да... Сейчас будет... Да... Может даже было... Машине... В общем... В общем... Я бы... Позавлажил... Там... Я... Не знаю... Да... Не знаю... Нет... Ты... Как... Угу... нуляк поспи в машине два часа и продолжай много получается в итоге где-то 5 часа пояше до 5 часа